Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок. С вами Юлия Кондратенов, кандидат сельскохозяйственных наук. И сегодня мы с вами поговорим, как получить здоровую черешню и вишню без квартирантов, а именно без личинок вишневой мухи. В последнее время лишневая муха стала действительно серьезной напастью в наших садах. Кому приятно, сорвав зрелую ягоду, обнаружить там весьма неприятную на внешний вид личинку или увидеть целые грозди сгнивающих вишень прямо на дереве, только потому, что там поработала вишневая муха. Это именно тот случай, когда сейчас мы можем предотвратить заражение, население наших ягод, вишни и черешни этим опасным вредителем. Дело в том, что вишневая муха уже вышла из зимовки. Она активно летает вокруг, питаясь нектаром и соком. И как только завязь вишни и черешни достигнет размера зеленой горошины, или чуть больше нет, и начнет окрашиваться, вишневая муха приступит к откладке яиц. Откладывая на каждой завязи по одному яичку, она способна уничтожить урожай на целом дереве, небольшом, ведь муха не летает одна. И именно сейчас, когда она еще не приступила к своей подрывной деятельности, а просто летает возле вишен, мы можем с ней разобраться. Для этого нам понадобятся хорошие инсектициды. Например, командор, искра, фуфанон, децис, актора или эфория. Любой инсектицид широкого спектра действия. Заодно, таким образом, вы расправитесь с еще одним опасным вредителем сада и огорода, с вишневой тлей. Я думаю, многие из нас видели на верхушках молодых побегов скопление черных блестящих насекомых. Многие даже не признают, что это тля. На самом деле, это очень опасный вредитель. Он останавливает рост вишни-черешни, деформирует побеги, на которых потом с превеликим удовольствием селятся различные болезни. Таким образом, растение слабеет. И обрабатывая наши вишни-черешни вперед формирования завязи от насекомых, мы таким образом убиваем сразу двух зайцев – и тлю, и вишневую муху. Позже, когда завязь уже начнет формироваться, начнет созревать, применение этих инсектицидов будет крайне затруднительно. А ведь мы же не хотим есть отравленную ягоду. Поэтому, если в вашем саду в прошлом году была большая проблема с вишневой мухой, уже в период созревания вишен и черешен мы можем использовать биопрепараты типа битоксибацилина, которые действуют именно на самих насекомых, препятствуя их размножению у нас в саду. Кроме того, не забываем убирать в дальнейшем все падающие плоды и ягоды, ведь именно там находятся личинки этих вредных насекомых. Помимо проблемы с вишневой мухой и тлей, в этом году большая опасность распространения манилиального ожога вишни-черешни в садах. Влажная, холодная погода привела к тому, что во время цветения произошло массовое заражение цветков грибком, и мы можем видеть на ветках вишен уже первые усохшие побеги, первые усохшие цветки. В дальнейшем это будет только распространяться. Что мы можем сделать? Первое, это обязательно удалить такие ветки, на которых уже началось увядание. Второе, совместить обработку от тли и от вишневой мухи с защитной обработкой от болезней, с использованием фунгицидов. Это может быть силит, это может быть хорус, это может быть скор либо раёк, топаз, пенкоцет, любой препарат широкого спектра действия, фунгицид, который таким образом будет бороться не только с манилиальным ожогом, но и с другими проблемами наших вишен, такими как дырчатая пятнистость и кокомикоз. Ведь только здоровое дерево сможет дать вам здоровый урожай и долгие годы радовать им, вашу семью. Процветания вам и вашему саду! С вами была Юлия Кондратёнок. Подписывайтесь на наш канал и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!